приветствую вас уважаемые друзья и коллеги по хобби хочу с вами поделиться двумя рецептами засолки сала которыми пользуюсь я я люблю более острое сало поэтому я друг специально привез из туниса набор острых приправ буду использовать паприку острую для одного рецепта также будет использоваться чеснок чеснок мелко нарезанный и также буду выдавливать чеснок чеснокодавки и покупные смеси приправ но беру в приправы только там где нету глуконат натрия приступим к нарезанию сало сало нарезаю небольшими кусками и укладываю в такие пластиковые емкости сало немного подсолено поэтому я режу вот такими вот кусками по сантиметров 76 в ширину и сантиметров 10 в длину сало хорошее домашние видите очень мягко и хорошо режется нарезал теперь разрезаем пополам его большие бруски видите японский нож делает свое дело без проблем без всяких усилий он режется теперь выкладываем все пластиковые контейнеры и приступим к засолке сильно много соли я не люблю добавлять поэтому так как она уже предварительно засолена поэтому соли буду сыпать по вкусу прежде чем сыпать соль делаю ножом и вот проколы в сале и в каждый кусочек каждый прокол буду вставлять по дольке чеснока делать это не сложно когда сало свежее и вот так укладываем чеснок на шпиговал сало чесноком высыпаем смесь приправ добавляю красной острой паприки было остренькое сало добавляю буквально немного соли я думаю столовой ложки соли хватит еще раз повторюсь сало оно уже было подсолено до этого и теперь руками каждый кусок хорошо промазываю пошел поперем ароматный пряный запах хорошо вот так все делаем добавим еще немного приправы еще есть кусочки тонкие сала вот так вот проводим такую процедуру с каждым кусочком с острым салом закончили накроем крышкой уберем в холодильник теперь будем делать второй рецепт приготовления сала он уже не сильно острый и чеснок для него я выдавливаю в чеснокодавки выдавил чеснок добавляю другую приправу приправы проверенные все покупаем добавляю полторы ложки соли и вот это смесь вся перемешивается после того как хорошо перемешаете начинаете втирать все делаем руками равномерно втираем каждый кусок самая вкусная еда такая еда которую вы делаете своими руками рецепты не сложные но очень вкусная лично мне нравится если у вас есть свои рецепты можете попробовать мой всегда рад услышать от людей новый вкусный хороший рецепт я люблю экспериментировать люблю пробовать что-то новое постоянно рад услышать советы рецепты вот друзья вот так вот получился каждый кусочек ароматный приятный пряный запах рекомендую и так же друзья если у вас есть свои рецепты интересные вкусные пишите пожалуйста их в комментариях я с удовольствием почитаю если будет возможность попробую приготовить на этом друзья буду заканчивать спасибо вам надеюсь кому-то рецепт понравился и вы приготовите попробуйте по моему рецепту всех благ вам вашим близким оставайтесь на канале до новых встреч до новых встреч вот я